Добрый день дорогие друзья! Здравствуйте! Команда Свердловского областного отделения Русского географического общества продолжает серию фильмов проекта «Виртуальные путешественники». Приходилось ли вам бывать в двух частях света одновременно? Многие жители Урала совершают такое путешествие довольно часто, ведь по нашему региону проходит граница Европы и Азии, а многочисленные столбы-обелески, которые условно или реально обозначают эту границу, можно с уверенностью отнести к уральским достопримечательностям. В восьмом выпуске нашего проекта мы расскажем об особенностях границы Европы и Азии и некоторых особенностях интересных пограничных столбах, многие из которых широко известны так, как стоят на оживленных трассах или в крупных городах, а другие выполнены обычными энтузиастами и удивляют своей самобытностью. Многие из этих пограничных столбов установлены в честь каких-то очень памятных исторических событий. Но, например, самый первый обелиск появился в 1837 году перед приездом на Урал 19-летнего цесаревича Александра Николаевича, это будущий император Александр II, и этот обелиск появился на горе Березовой в окрестностях Первоуральска. Место это имеет еще одну очень интересную историческую ценность. Здесь по дороге в Сибирь прощались с Россией каторжники, они брали на память о родину горскую земли. Так было и с писателем Федором Михайловичем Достоевским, когда он в конце июля 1859 года здесь останавливался, возвращаясь с сибирской каторги. Обелиск около деревни Кедровка, напоминающий башенку-часовню, также установлен в честь проезда здесь одного из представителей царской фамилии на средства нескольких местных золотопромышленников. С этим обелиском связана интересная, но трагическая легенда. Якобы при закладке этого архитектурного памятника золотопромышленники установили внутрь конструкции колбу с золотом и построили рядом домик для охраны. Местные бандиты прямо от Кедровки сделали подкоп под обелиск, но разрушение грунта привело к выбросу водяного столба на поверхность. Так бандиты были обнаружены охраной, которая и погибла от их рук. А пограничный столб, который расположен у поселка Уралец, посвящен первым успехам советской космонавтики и установлен в честь полета Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Квадратную шестиметровую колонну венчает макет земного шара. Вокруг которого по стальным орбитам вращаются спутники и корабль «Восток». Есть на Урале и пограничные столбы, установленные силами энтузиастов. Некоторые из них вы увидите на слайдах. Например, обелиск на вершине горы «Медвежка» установлен сотрудниками расположенного неподалеку санатория «Зеленый мыс». Обелиск в виде фигуры филина из металла на горе «Каменный» установлен учащимся школой номер 21 еще в 1980-е годы. Обелиск у поселка Кытлым установлен работниками Южно-Заозерского прииска. А этот знак установлен сотрудниками газопровода «Сияние Севера». И таких примеров на Урале можно найти очень много. Сегодня наши спикеры попытаются вместе с вами разобраться, в чем же уникальность границы Европы и Азии. Начнем наше путешествие прямо сейчас. Сотни миллионов лет назад образовались в огненном металле платформы двух земных материков. Среди раскаленных лав затвердевали. В огне и буре плавала Сибирь. Европа двигала свое большое тело. И вдруг, подобно льдинам в ледоход, материки столкнулись. Так Николай Заболоцкий описывал происхождение уральских гор в своих стихах. На самом деле Европа и Азия являются не названиями частей света, а названиями некогда самостоятельных континентов, что подтверждается особенностями формирования рельефа земной поверхности на Урале. Граница Европы и Азии издавна привлекала к себе внимание исследователей разной направленности, в том числе и географов-ландшафтоведов. Вопрос о том, где же проходит эта граница, поднимался неоднократно. В связи с чем в разные исторические периоды местоположение границы изменялось. Впервые границу между Европой и Азией наметили древние греки, которые проводили ее по Черному морю. Позже римляне стали проводить границу по Азовскому морю и реке Дон, а арабские ученые – по рекам Волги и Каме. Европейские путешественники принимали за восточную границу Европы даже реки Уоп и Енисей. Впервые граница Европы и Азии получила свое описание в трудах Филиппа Йохана фон Страйленберга. В 1709 году Филипп Страйленберг сопровождал Карла XII в его походе против России и участвовал в Полтавской битве, где был взят в плен и сослан в Сибирь, в которой пробыл целых 13 лет. И в 1721 году со Страйленбергом познакомился немецкий ученый Даниэль Готлиб Мессершмитт. Он выхлопотал указ, разрешавший сопровождать Мессершмитта в его экспедиции. После заключения нештатского мира Страйленберг получил разрешение вернуться в Швецию. В 1730 году он издал в Стокгольме книгу «Север и восточная часть Европы и Азии». В 1736 году Василий Никитич Татищев в своем труде «Общее географическое описание всей Сибири» предложил проводить границу по водоразделу Урала между бассейном Северного Ледовитого океана, Стоком в реку Обь, и бассейном Внутреннего Востока, Каспийского моря. Он считал границу, предложенную им, натуральной, то есть естественно природной. Уральские горы не только водораздел рек, но и климатическая и ботаническая граница. Водораздельная полоса Уральских гор очень расплывчата, и во многих местах переходит то в область западных, то в область восточных предгорий. Поэтому современные ученые считают более правильным проводить границу между Европой и Азией не по водораздельному хребту, а вдоль подожжевого восточного склона Уральских гор, относя всю горную страну к Европе. Однако граница, проведенная Василием Никитичем Татищевым 2,5 века назад, при всей своей условности сохраняет историческое значение до настоящего времени. Границу Европы и Азии подтверждают четко выраженные различия в тектонике, климате, гидрологии, растительности и животном мире. Различия климата указывают, что западнее Урала находится умеренно континентальная климатическая область, а восточнее – континентальная климатическая область. Некоторые виды флоры имеют взаимопроникающие ареалы, которые перекрывают друг друга в районе водораздельных хребтов. Европейская и азиатская ихтиофауна, то есть совокупность рыб отдельно взятого водоема, почти не взаимодействовали между собой до последнего времени. Для политического определения между границей Европы и Азии важной остается историческая и культурная концепция. Официальной границей Европы и Азии следует считать линию, которая начинается от Северного Ледовитого океана, проходящую через Уральский хребет, далее по реке Урал. По водоразделу Большого Кавказского хребта с северной части Каспийского моря и заканчивается в проливом Босфора. Эта граница представлена в большинстве атласов, в том числе и в атласе Национального географического общества, а также Всемирной книги фактов. Грузия и Азербайджан лежат в Азии, но их небольшие части лежат к северу от водораздела Большого Кавказского хребта и отнесены Европе. Стамбул, таким образом, находится с обеих сторон пролива, что делает его трансконтинентальным. Организация Объединенных Наций, по сокращению ООН, в настоящее время выделяет такие трансконтинентальные страны, как Россия, Казахстан, Азербайджан, Грузия и Турция. Эти страны являются трансконтинентальными, поскольку их территория располагается как в Европе, так и в Азии. Если Россия исторически европейская страна с историей имперских завоеваний в Азии, то Турция является азиатской страной с имперскими завоеваниями в Европе. Казахстан, таким образом, является евроазиатской страной, поскольку западоказахстанский, а асурийская провинция лежат по обе стороны реки Урал. Общая протяженность границы по территории России составляет 5 524 километра. Всего на границе установлено 53 памятных знака. В Свердловской области лидирует на ней, установлен 31 знак на границе. В Казахстане два, в Турции всего один. Если гости Екатеринбурга решат прокатиться по Новомосковскому тракту в сторону города Первоуральска, то они смогут стать обладателями сертификатов нарушителей границы. Такой необычный сувенир получают туристы при посещении площадки границы Европы-Азии. Добрый день, друзья! Переходим к Витарине. Как называется первый признанный научный труд, в котором описываются границы Европы и Азии? Трактат Михаила Ломоносова «О слоях земных». Труд Василия Татищева «Общее географическое описание всей о Сибири». Книга Филиппа Страленберга «Северо- и восточная часть Европы и Азии». Или новейшее всеобщее землеописание «Адама Гаспари». Книга Филиппа Страленберга «Северо- и восточная часть Европы и Азии» вышла в 1730 году. Другие перечисленные триды появились значительно позже. Вопрос номер два. Кто впервые высказал мысль о том, что границы между Европой и Азией проходят по Уральскому хребту? Харитон Чебетарев, Дмитрий Менделеев, Григорий Щуровский, Василий Татищев. Василий Никитевич Татищев в своей книге «Общее географическое описание всей о Сибири» привел ряд факторов и наблюдений, доказывающих, что естественной границей между Европой и Азией является проходящий по Уральским горам водораздел. Вопрос номер три. Какая из этих стран относится к числу трансконтинентальных, то есть располагающихся на территории и Европы, и Азии? Россия, Китай, Болгария, Монголия. Организация объединенных наций относится к числу трансконтинентальных стран России, Казахстан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Вопрос номер четыре. Сколько памятных знаков установлено на границе Европы и Азии? Один, тридцать один, восемьдесят или пятьдесят три? Всего на границе между Европой и Азией установлено пятьдесят три памятных знака, большая часть которых находится на территории России. Успехов! Чтобы вы ответили на вопрос о том, что связывает Урал и Шотландию. Знакомо ли вам имя сэра Родерика Мерчисона? И знали ли вы, что именно благодаря его экспедиции был выделен пермский период эпохи Палеозоя? Слышали ли вы о большом международном проекте «Открывая землю»? Об этом и многом другом смотрите в девятом выпуске проекта «Виртуальные путешественники». Следите за новостями и подписывайтесь на официальные социальные сети Русского географического общества. Проводите время с пользой. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин